Инстазамка вступила за Егора, а Ольга Бузова за Валю Карнавал. Даня Милохин в новом треке сделала отсылку к Юле. Объединение тикток домов Dream Team и Exo Team. И сколько Крит заработал на своём новом альбоме. Всем привет! Это канал ОК Блогер. И сейчас я расскажу самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Ну реально, подпишитесь, если вы этого ещё не сделали. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее, и обязательно досмотри это видео до конца. Погнали! Юля Гаврильна почти месяц назад улетела в Африку на съёмки экстрим-проекта для телеканала ТНТ. Как рассказывала ранее Аня Покров, это новое шоу Ольги Бузовой, в котором она проверяет звёзд на прочность и каждый может уехать в любой момент. Даш Пулька была в подавленном состоянии, много жаловалась, но, похоже, дошла до конца. Вчера она сообщила, что уже завтра улетает с Занзибара и возвращается в Москву. Ребят, послезавтра я, наконец-таки, вылетаю отсюда и направляюсь в Москву. Я не знаю, моей радости просто нет предела. Я безумно счастлива. Хочу внести небольшую поправочку к прошлому выпуску, где я рассказывал про съёмки нового сезона влога «Блогеры и дороги». Сейчас пока состав выглядит вот так, но позднее к ним присоединится и Юля. А также подъедут Марина Миногарова, Ида Галич, Дима Масленников и, возможно, Эльдар Джарахов. Ещё все ждут момента, когда Юля и Даня снова встретятся, чтобы понять, что между ними происходит. А пока Милохин выпускает свой новый трек «Мама, я не гей», на обложке которого он стоит в мерче-шпульке. Вряд ли совпадение, но, возможно, это сделали просто для хайпа. Вам наверняка в рекомендациях попадались милые ролики Алины Косовой, в которой также появлялся парень по имени Сеня. Смотря на то, как они к друг другу относятся, у всех возникали мысли, что ребята встречаются. Но в ответ на подобные вопросы были лишь шутки и заявления «Мы просто друзья». Вчера же девушка проводила баттл с Сашей Айс, которая дала ей задание скинуть концовку одного из роликов, где всё обрывается на возможном поцелуе. И там он действительно был, и ребята на самом деле встречаются. Джиган решил по полной монетизировать свой мем и выжать, так сказать, из него все соки. Пока на расслабоне, на чиле, поэтому можно сейчас пивкорить, качаться. Как я уже рассказывал ранее, Джига предложил своим зрителям покупать у него поздравления с пожеланиями быть на расслабоне и на чиле за приличную сумму денег. Но этого явно мало, и скоро нас ждёт официальный трек. Песня будет называться «На чиле», и это не сольный трек, а большой фит. С Егором Кридом, Лимбой, Благо, Оджи Будой, Тимати, Содой Лав и Гуфом. Это уже второй случай в карьере рэпера, когда его мемная фраза превращается в продукт. Если вы помните, в 2020 году у всех на суху было выражение «Офигенный хавчик». Тогда Джига вместе с Тимати запустили бургеры на эту тему и также записали песню, взяв к себе на фит Даню Милохина. Певица Нюша сообщила о своей беременности, но необычным способом. У девушки состоялась премьера клипа на её трек «Небо знает». Она принимала в съёмках активное участие, но никакого живота в сценах видно не было. Но вот в концовке появляется такой кадр, где девушка, очень похожая на неё, стоит уже с укруглившимся животиком. У фанатов певицы это вызвало много вопросов, на что её представители попросили немного подождать. И через пару часов уже в инстаграме Нюша выложила беременное фото, подтвердив догадки об ожидании ребёнка, с чем мы её и поздравляем. Это уже второй ребёнок в их семье. Первой была девочка, которой уже два годика. А назвали её молодые родители необычным и даже двойным именем Серафима Симба. Да, вторая часть – это отсылка к мультфильму «Король лев». Пс-пс. Не забудь, пожалуйста, поставить лайк этому видео, тебе не сложно, а мне будет приятно. Заранее спасибо. Ване Дмитриенко ещё только 15 лет, но даже в таком возрасте ему удалось очень многого добиться в жизни. Уже написано несколько хитов, которые находились на первых строчках чартов. Регулярные выступления на самых крупных мероприятиях, толпы фанатов и большие перспективы. Что даёт Ване возможность радовать не только себя и свою аудиторию, но и близких. Его мама давно мечтала о своей машине, которую он решил ей подарить. Парень ради этого съездил в другой город и потратил кучу времени на оформление. Но это явно того стоило, так как эмоции у неё просто зашкаливали. Вчера продюсер Иксотим Гэри заявил, что его компания, а также Дрим Тим и продюсерский центр Кирилла Дидинга объединяются в одну большую команду. А в подтверждение выложил новые неоновые вывески, на которых все логотипы пересекаются. Компании слияются, акции растут, Дидиног Тим и Иксотим объединяются, но это не все новости на сегодня. Потому что не только Дидиног Тим и Иксотим объединяются, но и Дрим Тим и Иксотим тоже объединяются. Теперь у нас одна большая компания Дидиног Дрим Иксотим. Подобные истории в ответ Герману записали и остальные продюсеры. Скорее всего это подготовка к какому-то большому общему проекту, который мы увидим в ближайшее время. Еще Гарри объявил, что из команды Иксо ушел один участник. Им стал Марк Макаров, который пропал в последнее время со всех радаров. Ранее парень был их монтажером, но в первом сезоне реалити его приняли в состав, так как он много трудился и действительно хотел этого. Но сейчас Марк снова обленился и поэтому вернется к старым обязанностям. Чистку участников продолжает и Заир, но уже в своем втором ТикТок доме Фулл Хаус. Успешный продюсер объявил, что команду покинут два участника, но имен пока называть не стал. Возможно, ими как раз станут Влад и Настя Усеева, которые просто перейдут в хайп-хаус на освободившиеся места после ухода Демаса, Ани и Паши. Мир селебрити продолжает высказывать свое мнение насчет ситуации с Валей Карнавал и Егором Кридом. За бандитку вступилась главная защитница женских сердец Оля Бузова. Ей знакомо это ощущение, когда бывшие продолжают как-либо цеплять тебя после расставания. И поэтому она оставила такие комментарии. «Егор, зачем? Она поет о любви, а он немного о другом. Почувствуй разницу». Также девушка записала видео, в котором описала всю ситуацию типичной цитаткой из какого-то паблика. Не стоит винить клоуна за то, что он видел себя как клоун. Лучше спросить себя, почему я продолжаю ходить в этот цирк? А вот обратную же сторону заняла Инстасамка. На своей трансляции Даша высоко оценила новый альбом Егора, и она не понимает, почему все его сейчас хейтят. Лично для нее это большая проделанная работа, которую нужно ценить. «Егор Крид, когда планировал всю эту пиар-акцию нового альбома, явно немного забил. На моральные принципы, раскрыв интимные тайны своих бывших отношений». Это в итоге сработало, альбом сушают, все его обсуждают, а Егор тем временем зарабатывает и очень неплохо. Сейчас мы как раз посчитаем, сколько именно. На данный момент только ВКонтакте его прослушало 23 миллиона человек. За одно просушивание в среднем эта соцсеть платит 2 копейки. Не сложно посчитать все это дело, получив цифру в 462 тысячи рублей за 4 дня. И это мы еще не учитывали Spotify, Apple Music и прочие площадки, где могло набежать еще больше. Поэтому смело умножайте эту сумму еще на 2. Тут вот есть еще парочка роликов с новостями, которые вы, возможно, не успели посмотреть. Но советую прийти на них, они тоже очень крутые. А на этом все, увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok